МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять стажеров, пять счастливчиков, как мы их называем. Ну и давайте начнем наше голосование. Момент самый волнительный, не откладывая, как уже по нашей такой доброй традиции, не откладывая в долгий ящик, давайте наши стажеры сейчас проголосуют друг против друга. Итак, кто первый? Алена, ну раз у тебя микрофон, давай начинай. На самом деле, эти голосовать очень тяжело и трудно. Мы за эту неделю работали абсолютно все, на 100% выложены все. И сказать, что кто-то был хуже, кто-то был лучше, просто невозможно. Я свой голос отдам против... против Ксюши, потому что я видела ее работы в спектаклях, и я считаю, что она должна себя реализовать как именно актриса, потому что 4 года отдав себя театральному институту, что, да, все-таки необходимо, наверное, продолжать это. Я вижу ее все-таки там. Хотя работы ее на Первом Мирославском были очень хорошие. Спасибо, Алена. Отдавай черную метку Ксюше. Тогда дальше высказывается Ксюша. Я проголосую против Иры, потому что я думаю, что это не ее профессия. Отдавай черную метку Ире. Ира, бери черную метку и микрофон. Так, ну я полностью согласна с тем, что говорила Алена по поводу того, что мы все работали, все старались. Поэтому я проголосую, скорее всего, тоже против Ксюши. Ксюша. Дальше Полина высказывается. Как и говорили все предыдущие ребята, делать выбор очень сложно, но я все-таки думаю, что проголосую за Алену, потому что... За Алену или против Алены? Господи. Против. Потому что, не знаю, я думаю то, что другим ребятам это надо больше и нравится. Хорошо, отдавай черную метку Алене. Ну и у нас не высказался один джентльмен, который живет всю неделю, как в Малине. Иван Герасимов, пожалуйста. Ну я буду краток. Я проголосую против Иры, потому что я считаю, что на данном этапе как бы нашего шоу она сделала меньше всех. Спасибо, Ваня. Мы вас услышали, сделали свои выводы. Ну а теперь пришло время высказаться экспертному совету. Я предлагаю начать озвучить свой выбор. Члену экспертного совета Юрию Кораблеву. Юрий, пожалуйста. Да, здравствуйте все. Господа, прежде чем я скажу свое мнение, я хотел бы вам выразить свою признательность за участие в этом проекте. Но, конечно, работать журналистам надо интенсивнее. Я наблюдал за тем, как вы вращались в масс-медиа, как вы вращались в коридорах Первого Ярославского. И считаю, что действовать надо активней. Даже на таком этапе, когда у вас есть наставники, вы должны постоянно искать, ведь работа корреспондента – это рыть носом, рыть носом все те новости, в которых вы вращаетесь. Сегодня мой выбор пал, к сожалению, на прелестную, хорошую девушку. Это Полина Зайцева. Полина, держи. Далее высказывается Светлана Доброхотова. Да, ребят, как мы говорили на прошлой неделе, мы действительно успели подружиться. Эта неделя была, может быть, не такой длинной, как прошлая. То есть мы с вами общались чуть поменьше, но вы действительно выкладывались не на полную, как правильно сказала Юра. У вас была возможность показать себя, реализовать себя как можно ярче, чаще быть членами нашей команды, то есть предлагать какие-то свои темы для сюжетов. И поэтому сегодня мнение экспертов таково. Наш проект покидает. Ирина Першакова. Ира, держи черную метку. Далее высказывается член экспертного совета Владимир Летуновский. Давайте послушаем, какой выбор он сделал. Ребят, тоже хочу вас поблагодарить за работу, смотря ваши сюжеты. Некоторые удалось почитать, отредактировать. У вас большой потенциал, но все равно кому-то придется покинуть наш проект, кому-то удастся остаться, продолжить борьбу за попадание в штат телекомпании. Я считаю, что проект должна покинуть... Итак, я считаю, что проект должна покинуть Полина Зайцева. Полина, черная метка. Член экспертного совета Иван Уваров сейчас озвучит свой выбор. К моему сожалению, потому что я думал, что в начале недели мое мнение немного поменялось, но тем не менее. К моему сожалению, я считаю, что проект Стажер должен покинуть... Итак, я считаю, что проект Стажер должен покинуть человек, чья профессия журналиста уже, мне кажется, точно не его, это Ирина Першакова. Высказались не все члены экспертного совета, как вы заметили. Те члены экспертного совета, которые не смогли сегодня присутствовать на записи, так как работают во благо эфира Первого Ярославского, сделали свой выбор и оставили его вот в этих конвертах. Там находятся черные метки. Мы не будем делать большие паузы, интриги, я просто достаю черную метку и говорю чья. Итак, член экспертного совета Анастасия Жарая. Она проголосовала против Ирины Першаковой. Член экспертного совета Ксения Власова. Ксения Власова проголосовала против Ивана Герасимова. Член экспертного совета Александра Панкратова. У меня даже самого руки трясутся. Проголосовала против Ирины Першаковой. Ну и член экспертного совета, главный редактор телеканала Первый Ярославский, председатель экспертного совета Екатерина Копустян, проголосовала против Алины Зайцевой. Посчитаем, у кого сколько черных меток. Ксюша две, Ваня одна, Алена одна, Полина три, Ира пять. Ну так как вы знаете, что сегодня мы оставляем тройку финалистов, то, видимо, все справедливо, да, и сегодня проект вынужден покинуть Полина Зайцева и Ирина Першакова. Ира, возьми, пожалуйста, микрофон, мы хотим послушать, что ты можешь нам сказать. Ну, рабочих дней у нас было всего лишь два на этой неделе. Как мы знаем из этих два дня, я считаю, что я... Их было три, прости, пожалуйста, сегодня тоже рабочий день. А, ну извините, три рабочих дня. Я считаю, что я выложилась, ну, из ненгуска, что прям на полную, конечно, но я старалась, по крайней мере, оправдать ожидания телезрителей. Но, видимо, это не удалось, вот. Ну, я благодарна, действительно, что я здесь побывала, потому что познакомилась с такими людьми замечательными, вот. И я желаю победы Алене. Спасибо большое, Ира. Полина. Ну, я, конечно, хочу сказать спасибо Первому Мирославскому за такой интересный опыт, за такие насыщенные дни, за то, что можно было окунуться в профессию. И я желаю каждому, кто пришел на проект, реализовать себя в этой сфере и исполнить, ну, все свои мечты, идеи и желания. Спасибо большое, Полина. Я думаю, что членам экспертного совета тоже есть, что сказать тем, кто нас сегодня покидает. Кто желает высказаться? Можно я, да? Да, пожалуйста, Светлана Доброхотова. Ира, действительно, по поводу тебя, да, почему упал наш выбор именно на тебя? Съездив с тобой на съемку, тут на днях я поняла, что профессия журналиста – это точно не твоя. Тебе хочется улыбаться, смеяться и заниматься фитнесом. Это единственный твой верный шаг, и в журналистике тебе, к сожалению, а может быть, и к счастью делать нечего. Хочется сказать по поводу Полины. Полин, ты замечательная девочка, ты будущий журналист – это 100%. Тебе нужно отучиться год-два, и тогда ты вот точно будешь достойно занимать хороший пьедестал на фоне всех журналистов Ярославской области, и мы будем тебя действительно ждать на нашем телеканале. Ваня, тебе тоже хочется сказать пару слов. Ты был в шаге от того, чтобы отсюда вылететь. Экспертный совет очень долго обсуждал твою кандидатуру и покидание тебя, ну, тот момент, чтобы ты ушел с проекта. Действительно, мы ставили на тебя большие надежды на первую неделю этого проекта, но на вторую неделю ты, к сожалению, сделал большой провал и шаг назад. И поэтому у тебя есть пока есть маленький шанс двигаться вперед и показать себя на следующей неделе во всей красе. Спасибо, Светлана Доброхотова. И кто еще из членов экспертного совета может что-то сказать и тем, кто покидает нас, и тем, кто остается? Владимир Литиновский. Ну да, ребят, еще раз тех, кто покинул наш проект сейчас в результате голосования, поблагодарить вас еще раз за то, что участвовали. Надеюсь, что вы приобрели не только полезное, может быть, знакомство, интересное знакомство, узнали для себя что-то новое, побывали на кухне вот этой телевизионной. Я считаю, что это все равно самая интересная профессия, журналистика, вот, поэтому и сам в свое время выбрал этот путь. Надеюсь, что у вас в будущем все сложится, может быть, другими путями, может быть, через газеты, может быть, через сайты как-то вы придете в эту профессию еще. Вот. Ну и Полине, вот, от себя лично я читал материалы. У тебя действительно хороший потенциал. И вот следующая неделя будет моя неделя редакторства. Я приглашаю тебя, если ты хочешь постажироваться, просто вот прийти, поработать так, вне штата, пописать, ну, получить какую-то практику для себя, какие-то новые знания, умения. Приходи, будем рады тебя. Идите уже вне проекта. Спасибо Владимиру Литиновскому. Юрий Кораблев. Да, господа, смотрите, вы действительно почувствовали эту кухню, поняли, чем тут и как живут. Смотрите, телевидение вам не говорит «прощай». Мы говорим, допустим, на сегодня, кто уходит, тому до свидания, да? Но и скажу вам, и скажу тем, кто остается, все в ваших руках абсолютно, потому что темы для сюжетов лежат под ногами. Достаточно просто посмотреть вокруг. И не надо ждать милости от редактора или, там, от руководителя телеканала, который к вам придет. Да, вот, там, сними что-нибудь. Не надо это ждать. Ищите сами. И вы найдете. И только сами можете сделать хорошо. Потому что зритель ждет хорошего продукта. Вы поймите. Особенно ярославский зритель, он заждался этого продукта. И телевидению нужны новые лица, которые, свежие лица, они придут. И, возможно, это будете вы. Так что все в ваших руках. Дерзайте. Спасибо большое Юрию Кораблеву. Но у меня тоже есть вам что сказать. Зрители уже знают, что мы со Светланой Доброхотовой с вами 24 часа практически проводили вместе. В прошлый раз я вам говорил какие-то теплые и добрые слова в финале эфира. Сегодня все будет немножко по-другому. Я не буду говорить тем, что-то, кто ушел. Если вам интересно, мы с вами можем это обсудить после эфира где-нибудь в кулуарах телекомпании. Я хочу сказать тем, кто остался. Помните, я говорил, что среди вас оставались люди, на которых я надеялся. Так вот, сейчас тоже среди вас здесь остались люди, надежду в которых и веру в которых я потерял. Правда. Но все в ваших руках. Впереди целая неделя. Впереди реально сложная неделя. У вас наступает период реальной конкуренции друг с другом и борьбы за свое место вот здесь, в эфире. Хотите на этом месте оказаться? Ну, через несколько лет. Хотите? Тогда все в ваших руках. У вас есть неделя, и у вас будет в руках прекрасный шанс. Я вам вот это просто говорю по собственному опыту. И еще я вам хочу сказать, дорогие стажеры, мы, наверное, со Светой, как ваши, ну так, скажем, небольшие педагоги, испытали сегодня небольшую гордость, когда вы голосовали друг против друга, потому что мы поняли, по крайней мере я, что вы выросли. Вы поняли, что убирать нужно сильнейших конкурентов. И вы это пытались сделать. Спасибо вам большое. Всем, кто не с нами, я желаю удачи. Я надеюсь, что мы с вами встретимся. У вас все обязательно получится. Либо в журналистике, либо не в журналистике. Ну а тем, кто остался, я жду от вас эфирного боя на следующей неделе. Спасибо вам большое. Информационные итоги этого дня подведут мои коллеги из программы «День событий» в 19 и в 21.30. На этом у меня все. Оставайтесь вместе с Первым Ярославским. А что тебя вот так выбило из колеи сейчас? Почему ты не улыбаешься и не радуешься тому, что ты остался? Ну не знаю, потому что как бы стоит еще очень серьезный этап, самый последний, в котором уже придется на самом деле работать как-то, соперничать, а не сотрудничать. Поэтому это будет тяжело, я думаю. Когда ты услышала, что твои коллеги, да, почти, они проголосовали против тебя, как были? Что ты чувствовала? Мне на самом деле так было приятно, потому что я понимала, что если меня хотят выкинуть, значит, я составляю угрозу, а значит, я конкурент. Это приятно. А велики ли у тебя шансы победить в этом параде? На самом деле с каждым разом все страшнее и страшнее. Процент конкурентной способности немножко, да, так упал уже, вот. Но тем не менее, я думаю, что сейчас пройдут два выходных, соберемся с мыслями, с силами и дальше в бой. Вот, отпускать ни в коем случае нельзя, это до конца с победой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok